После длительной паузы свои двери для жителей и гостей города открыли Тверской императорский дворец и областная картинная галереи. Напомним, для посещений они закрылись в связи с распространением коронавирусной инфекции еще в марте. И вот 1 июля долгожданные гости все же посетили одну из главных достопримечательностей Верхневолжья с соблюдением некоторых правил, о которых расскажем далее. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции посетители просят соблюдать меры санитарной безопасности, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. Такая памятка висит на дверях в императорский дворец. Сразу на входе обязательная дезинфекция рук антибактериальным средством, далее бесконтактная термометрия. Если температура тела превысит 37 градусов, посетителю вход воспрещен. Так же, как и без обязательного теперь атрибута. Маска должна быть у всех. Маски мы ему можем предложить продать. Она у нас стоит 20 рублей. Думаю, что это недорого. Вот эти меры актуальны и действительны до снятия всех ограничений изоляционных. В первый день работы галереи здесь побывали более 140 человек. Сравнивая с доэпидемиологическими показателями, это совсем мало. Зато безопасно. Каждые 30 минут в Тверской императорский дворец допускается не более 20 человек. При экскурсионном посещении в составе группы не более 5. Все они должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. При осмотре экспозиции необходимо придерживаться временной схемы движения. Чтобы разграничить потоки людей, картинная галерея приняла серьезные меры и закрыла несколько залов. Залы пришлось закрыть те, которые наиболее маленькие. Соблюдая меры социальной дистанции, буквально один человек плюс смотритель уже даже может не находиться. Поэтому нам их пришлось временно ограничить. Но их немного, там у нас 2-3 зала. Разработали специальный маршрут, по которому двигаются посетители, чтобы исключить встречные потоки. Этот маршрут им выдается вместе с билетами и таким образом они перемещаются по дворцу. Для дополнительной безопасности ограничили время посещения. Не более двух часов. Такая схема действует не только в Тверской областной картинной галереи, но и в ее филиалах по всему региону. Подробнее с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте.